К объединению Италии привел капитализм. Ведь все мы понимаем, что нормально развивать экономику на раздробленном полуострове очень сложно. Если кто-то строил дороги, он стыкался с колоссальными препятствиями. А если дорогу и получалось положить, то как по ней пересечь десяток государственных границ? Как привозить сырье для фабрики и как сбывать продукцию по всей стране, если она раздроблена на множество частей? Когда еще к тому же существуют разные денежные единицы? Сегодня мы все и узнаем. Присаживайтесь, будущие историки поудобнее. Приятного просмотра! Развитие капитализма в Италии, рост товарного производства и экономических, политических и культурных связей между отдельными государствами ставили вопрос о создании объединенной Италии. До такого объединения итальянцы имели общий язык и общую культуру. Уже начала складываться общая капиталистическая экономика. В Италии развивалось движение за национальные объединения. Революция Однако, к концу 50-х годов 19-го столетия, в условиях развития капитализма, особенно на севере Италии, в стране опять усилилось движение за объединение. Объединение Италии могло произойти двумя путями. Или, скажем так, снизу, путем народной революции и образования Единой Демократической Республики. Или, скажем так, сверху, под главенством помещиков и буржуазии. В период объединения Италии политическим руководителем Сардинского королевства был граф Кавур. Он считал, что лучше дать конституцию по английскому образцу. Кавур боялся, что доведенный до крайности народ свергнет монархию. Но Кавур был противником республики. Его основной политической идеей было объединение Италии под главенством Сардинской монархии в союзе с Францией. Франция и Италия против Австрии В 1859 году началась война Сардинского королевства и Франции против Австрии. Объединенные армии Франции и Сардинии одержали решающие победы над австрийцами. В кампании 1859 года на севере Италии также участвовал со своими добровольцами Гарибальди, народный герой, прославившийся в войне с австрийцами в 1848-1849 годах. Его пригласил Кавур, чтобы придать войне большую популярность. Война с Австрией была сигналом к восстанию в герцогствах Парма и Модена, находившихся под австрийским гнетом. То обстоятельство, что война начала принимать революционный характер, испугало Наполеона III. Он прекратил войну. По мирному договору 1859 года между Францией и Австрией, часть Ломбардии отошла к Сардинскому королевству. Венеция же осталась за Австрией. Франция вышла из войны, не выполнив до конца своего обязательства освободить все итальянские области от гнета Австрии. А что же с югом Италии? А с ним все просто. В апреле 1860 года вспыхнуло крестьянское восстание в Сицилии. Крестьяне были здесь лично свободными, но не являлись собственниками земли и арендовали участки у крупных баронов. Узнав о движении в Сицилии, Гарибальди стал формировать отряд для помощи югу. Собрав небольшую армию добровольцев, всего лишь тысяча с небольшим человек, он в большой тайне отправился со своей экспедицией из Генуи к югу на двух пароходах. Высадившись в мае 1860 года на крайнем западном пункте Сицилии, Гарибальди был встречен народными массами как освободитель от тирании неаполитанского короля. Со всех сторон стекались под его знамя добровольцы. Через два дня к отряду Гарибальди уже присоединились 4000 местных крестьян. Он продвигался со своим отрядом через горы к северу по направлению к городу Калатафиме. Здесь Гарибальди встретил войска неаполитанского короля. Под убийственным огнем добровольцы Гарибальди взобрались на крутой горный кряж на подступах к Калатафиме и одержали победу над королевскими войсками. Ближайшим последствием войны Гарибальди было восстание населения против отступавшего врага. В августе Гарибальди стоял во главе 25 тысяч повстанцев и с этим войском разбил армию неаполитанских бурбонов в 150 тысяч человек. Победа Гарибальди на юге Италии Возглавив победоносную народную революцию, Гарибальди показал себя мужественным, талантливым полководцем. Разбив войско неаполитанского короля, Гарибальди в сентябре 1860 года выехал в Неаполь, приветствуемый массами. Плебисцит, проведенный в октябре 1860 года на юге страны, одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством, а в ноябре в результате плебисцитов в его состав вошли также Умбрия и Марки. Таким образом, к концу 1860 года основная часть Италии была фактически объединена под властью именно Сардинской династии. Вскоре последовало юридическое оформление сложившейся де-факто ситуации. 17 марта 1861 года парламент Сардинии провозглашает независимое королевство Италия со столицей в Турине. Его главой становится сын Карла Альберта, король Виктор Эммануил II. В 1865 году столица была перенесена во Флоренцию, однако не вся территория Италии была объединена. Часть Апеннинского полуострова по-прежнему находилась под властью Австрии, а в Риме, занятом французскими войсками, сохранялась власть Папы Римского. Во время Австро-Прусско-Итальянской войны 1866 года Италия выступила на стороне Пруссии и сумела присоединить оставшиеся итальянские земли, включая Венецианскую область. В сентябре 1870 года итальянские войска входят в Рим, из которого к тому времени были выведены французские войска. После ликвидации Папской области в 1870 году столица королевства была перенесена из Флоренции в Рим. Королевство Италия стало первым государством, контролирующим весь Апеннинский полуостров, кроме небольшого анклава Сан-Марина. Со времени утраты контроля над полуостровом Византийской империи. Я вас благодарю за просмотр моего видео, ставьте лайки. Ну а если вы хотели бы помочь каналу больше, то на экране и в описании вы увидите все реквизиты, по которым вы можете поддержать меня. Я заранее говорю спасибо каждому пожертвовавшему мне денежку. Я в долгу не останусь и назову ваше имя в следующем видео. Еще раз спасибо всем за просмотр и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok